МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо компании Гомель, в студии Маргарита Шибукова. Добрый день. Одно из самых актуальных питаний, что обмерковывается на предприемствах и организациях и сяруд индивидуальных предпринимательников электронные рахунки фактуры по податку на добавленную вартость. С 1 липеня по-новому треба будет оплачивать его при реализации объектов, у тем лику на экспорт и привозе у Беларусь товаров. А так само при набытии на территории нашей краины продукции у замежных организаций, которые не находятся на податковом улике. В особенностях нового законопроекта разбиралась Марина Северянова. Форма электронного рахунку фактуры, а так само парадок его створения и заполнения на специальном портале худко установить Министерство по податках и сборах. Такой системой корыстаются у Российской Федерации, Казахстане и Евросоюзе, а так само у Азербайджане. Миновата тут белорусские специалисты выучали механизм ее функционирования. Оказалось, что это действный метод бороться с махлярством при увеличении податку на добавленную вартость. Четверть поступлений, контролируемых налоговыми органами Республики Беларусь, составляет НДС. Это значительный доходный источник в бюджете, и его зачетный возвратный механизм этого налога предусматривает в том числе возмещение НДС из бюджета. И недобросовестные плательщики при участии лжеструктур манипулируют налоговыми вычетами и занижают в результате суммы НДС куплаты в бюджет, а также получают необоснованные возмещения этого налога. По выниках минулого года податковая служба Беларуси спынила необгрунтованное вертание с бюджету податку на добавленную вартость на сумму с выше триллиона рублёв. Утым лику податковыми органами Гомельской в области для обмена электронными счетами-фактурами между продавцом и покупателем будет создан специальный портал электронные счета-фактуры. Данный портал будет обеспечивать защиту информации, содержащейся в электронном счете-фактуре, а также конфиденциальность. Проверка полноты платы податку будет ожитивляться автоматично. Плательщик в режиме онлайн сможет отримывать попередживание об разыкованности экономичных относинов с особными контрагентами. Простыми словами, с потенциальными партнёрами-позделцами. А кроме того, попередживая специалист, необходно памятать об терминах выставления электронного рахунку. Электронный счет-фактура создаётся не ранее дня отгрузки товаров-работуслуг и не позднее 5-го числа месяца следующего за месяцем дня отгрузки товаров-работуслуг. Например, товары отгружены 5-го июля, значит, электронный счет-фактура продавцом должен быть создан не ранее 5-го июля и не позднее 5-го августа и выставлен покупателю. Законопроект, продуглеживая нормы, ответно яким у выпадку немогшимости применения электронных рахунков-фактур, можно будет корыстаться ранейшим способом предъявления и принятия довылику сумм податку на добавленную вартость. Больше подробязная информация есть на сайте Министерства по податках и сборах Республики Беларусь в специальном разделе, який так и называется – электронные рахунки-фактуры. За отломочение можно звернуться и в податковую инспекцию по месту регистрации юридичного адреса. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, Михаил Рабкоу, телерадо и компания «Гомель». Протягиваем выпуск. У «Гомеля» отбылось выездное посяжение Молодежного совета Белорусского профсоюза работников эдукации и науки. И он был утворен у пошатку 2016 года и поделен на две комиссии. Одна из них, включая пространников працующей молоди, другая – тих, які зараз отрымливают эдукацию. У «Гомеля» собрались около 30 молодежных лидеров у вышедших наушальных установ Краины. Мета выездного посяжения – обмен в опыта у галине работы профсоюзных студентских организаций. По часу встречи у дельники ознайомились с деятельностью и досягнениями Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. У ходе посяжения так само был разлежен шерох пытанью и проблем, які зараз хвалюють студентскую молодь. До того ж был обмеркованный план проведения суместных проектов. Наприклад, огляд, конкурс налепший интернат установ адвокации Беларуси, який у першиню плануется провести на республиканском узровне. В конце 2015 года было принято решение на уровне Центрального комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки. Это решение согласовано с Министерством образования о том, чтобы провести такое мероприятие впервые в 2016 году. Подготовлен проект «Положение». Постараемся его утвердить на уровне Президиума Центрального комитета Белорусского профсоюза образования и науки и Министерства образования Республики Беларусь. И уже в мае, июне месяце 2016 года такой конкурс впервые проведем. Тым часом с поборниц вы юных зналцев, которые только пошинают свою шляху на вузы, стартовали у Гомеле. Тут проходит заключенный этап республиканской олимпиады по математице, физице и астрономии. Олимпиада по 17 учебных предметах на этом тыдне ладится у 8 городах Беларуси. У Гомеле собрались школьники, которые представляют, бодать самый склад данные навуки. И они во все часы являлись руховиком техничного прогресса. В олимпиаде принимают ученцы 8-11 классов из разных областей нашей краины, а так само школьники из Российской Федерации. Программа олимпиады продуглеживает проведение двух туров – территышного и экспериментального. Как известно, задание, пропонованное удельникам, выходит за рамки школьной программы. Дарыши только интеллектуальными с поборницами справа не обмежуются. В вольный час удельники олимпиады смогут познайомиться со славутостями Гомеля и поудельничать у спортивной забавляльной программе. Все не означается сусветный день водных ресурсов. Сярутынших своим профессийным святам его лишатись специалисты отдела гидрологии Гомеля-Аблогидромета. За ситуацией на водоемах в области постоянный контроль зараз вяде 21 гидрологичный пост, 20 размешаны на рыках и один на возеры. Готого для Гомельшины можно лишить юбилейным. Гидрологичные назирания распашались ровно 140 годов тому. С Шервеня на раце Припять, Каля Мазера, а в днию не 1876-го на Днепры, Каля Лоева. Зараз основная увага работника Гомеля-Аблогидромета контролю поводковой ситуации. Сгодно с оперативной информацией, что дзеный уздым воды на рыках в области не перевышает двух сантиметров, а на Березине и большинстве притоков Днепра, Сожи и Припяти и он досягнул своего максимума. Вода на пойме у нас на сегодняшний день находится лишь только на Припяти у села Черничье, на Птичье у Первой Слободки и на притоке Сожа-Беседе у села Светилович. А так на большинстве рек вода на пойму не вышла. А напереда дни своего профессийного свято означали артисты лялишных театров по всем свете. Традиция проведения урошистости у 21-го соковика истнует с 2003-го года. Как свято лялишников прошло в Гомеле, доведалась Катярина Сапельникова. Гомельский театр лялик был створен и по 100 годзе тому. Сегодня же это один из лучших театральных коллективов Украины. Труппа с 26 актеров ставить больше, как 400 спектаклей в год. Для профессийного свято тут за все дырыхтуются особливое деяние. Например, капустник забавляли на пародийную программу. Все лета лялишный театр выросился вместить традиции инновации и презентовал шоу под названием «Ньюзвычайный концерт». Мы выставили такое действие, где намешанные и вокальные, и танцевальные, и цирковые. Есть магии и фокусы. Есть неожиданные сюрпризы. Такой режим онлайн бытовой. Онлайн-режим «Ти интерактивность» в постоянном взаимодействии с глядачами. С уместной гуторки, танцы, фокусы и навод вечера. Актеры поделились рецептом фирмовой стравы. Шкваркмак – это типовый славянский набор закуски с сала и соленого огурка. Действительно, мы активно общаемся с залом. Поскольку у нас праздник, мы как бы должны свой праздник работать, чтобы никто не работал, вот мы отдыхаем, дурачимся на сцене, привлекая к себе зрителя. Але головные герои, вядома ляльки, добрым завершеннем постановки, став напомин отцаца, каханю, все взрослые покорливые. До речи, на подрыхтоку премьеры спотребилася усяго три сценичные репетиции, на яких ладили светло и гук. Тому можно сказать, это был спектакль импровизации. До речи, неузвычайный концерт покажут на бис у Международный день театра 27-го саковика. Костюм очень помогает, а кукла плюс еще очень сильно помогает нам работать, потому что мы отталкиваемся от наших кукол. Но необычно, потому что капустник – это впервые, и мы его почти не репетировали. Зараз у театра идет подрыхток, когда презентация ляльчной постановки для школьников, «Колея стану в облаком». Так само в красавику можно поглядеть популярный углядача спектакля «Над прорвой у житти» и «Фейбл». А в середине наступного месяца свою программу привезем в Могилевский ляльчный театр. Катерина Сапильникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». И об спорте. У «Гомеля» завершился международный футбольный турнир 11-го 2016, присвященный памяти воинов-интернационалистов, которые загинули в Афганистане. На протягу трех дней масснейшего выявляли команды «Гомеля», «Рэджицы» и «Шарнигова». Турнир все лето прошел в другой раз. И хоть у зельней шестью на Киевых авансы спортивных детишей юнацких спортивных школ, с поборництва от этого не становится меньше напруженным и видовищным. По выниках трогульнявых дзен турнирная таблица выглядая наступным чином. Бронзовые медали у «Гомельчан», серебра у команды «Шарнигова», а переможцами стали спортсмены «Зарэджицы». Новины региона, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомеля» вы можете знайсти на нашем сайте и интернеті по адресі www.cvrgomel.by На этом выпуске завершены. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин